Здравствуйте, трейдеры! Давайте посмотрим, какие события могут повлиять на валютные рынки в среду 4 октября. Первыми в 8 утра выйдут итоговые данные индекса PMI Еврозоны за сентябрь. По предварительным данным, индекс достиг 4-месячного максимума на фоне улучшения данных Франции и Германии. Спустя полчаса будут представлены данные индекса PMI в сфере услуг Англии от Market за сентябрь. В августе данные этого индекса были разочаровывающими. Он достиг минимального уровня за 11 месяцев. Но при этом индекс всё ещё остаётся в положительной зоне. В 9 часов выйдут данные об объёмах розничных продаж в Еврозоне за август. В июле объёмы продаж сократились впервые за 7 месяцев. В 12.15 будет опубликован национальный отчёт о занятости в США за сентябрь от ADP. В августе данные этого отчёта превысили ожидания, хотя при этом официальные данные Бюро трудовой статистики не соответствовали ожиданиям. Ожидаемые данные индекса PMI США в непромышленной сфере за сентябрь выйдут в 2 часа. В августе индекс повысился на 1,4 пункта, так как увеличилось количество новых заказов, а также повысился уровень занятости и индекс цен. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит в 5.15 на открытии центра для посетителей ЕЦБ во Франкфурте. Скорее всего, в ходе своего выступления он не будет говорить о монетарной политике, но никто не знает наверняка. Спустя 2 часа председатель Федерального резерва Дженет Йен произнесёт вступительное слово на открытии банковской конференции в Сент-Луисе. В 12.30 после полуночи выйдет две публикации касательно экономики Австралии в августе. Среди них и публикация данных о торговом балансе. В июле профицит торгового баланса существенно сократился, поскольку объёмы экспорта сокращались вдвое быстрее, чем объёмы импорта. При этом объёмы розничных продаж остались неизменными в июле после трёх месяцев роста. С вами была Джессика Уокер. Вы смотрели экономический календарь на среду. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях четверга. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!